Ребят, всем привет, меня зовут Илья Бунин. Сегодня в выпуске. Долгожданное возвращение Джима Керри на большие экраны, утечка инфы о Четвертых Мстителях, перебежчик Джаред Лето и буксующий Индиана Джонс. Ну а дальше всё как обычно. Ставьте чай, погнали! Да, ребят, сегодня в выпуск веду я и мой друг Арнольд Шварценеггер. Но не переживайте, Оксана скоро вернётся. А если среди вас есть настоящие ценители коллекционных фигурок, то загляните в интернет-магазин Гигзона. Реально очень хороший магазин. Ну, сами посмотрите на детализацию моего Терминатора. Думаю, без слов понятно, он божественный. В Гигзоне вы можете найти просто обалденные фигурки любимых киногероев, музыкантов, героев сериалов или даже компьютерных игр. Я лично очень загорелся фигурками Таноса, Джека Воробья и Дума. Думаю, в ближайшее время куплю и их себе. Так что обязательно загляните в магазин по ссылке в описании. Хотя бы из любопытства, оно того стоит. Стало известно название Четвёртых Мстителей. В последний день июня произошла утечка, которая подтвердила догадки зрителей насчёт предполагаемого названия последнего фильма. В финале Войны Бесконечности Доктор Стрэндж произносит фразу «End Game», которая сразу зацепила любителей покопаться в поисках глубинного смысла. Режиссёр Джо Руссо утверждал, что название следующей части не звучит в Войне Бесконечности. Но оператор Трэнд Апалок думает по-другому. В последний день июня он опубликовал на своём сайте список ближайших проектов, среди которых оказался пункт Avengers Endgame. Чуть позже Апалок изменил список, вписав название Мстители 4. Но на тот момент новость уже утекла в сеть. Представители студии Марвел пока никак не комментировали ситуацию. Кстати, фраза Endgame имеет 100-500 вариантов перевода, так что адептам СПГС явно будет чем заняться. Возвращение Джима Керри Издание Deadline со ссылкой на официальные источники сообщило, что переговоры между студией Paramount и популярным актёром Джимом Керри вошли в завершающую стадию. Керри готов появиться в экранизации игры про ежа Соника, где актёру предложили роль суперзлодея Доктора Эггмана. На данный момент известно, что режиссёром выступит Джефф Фаулер, а сам проект будет сочетать в себе элементы игрового кино и компьютерной анимации. Компанию Джиму Керри должен составить и Джеймс Марсден, известный по роли Циклопа в серии Люди Икс. Предварительный релиз картины запланирован на 15 ноября 2019 года. При этом нужно понимать, что окончательного согласия на участие в проекте Керри ещё не дал, так что ждём официального заявления. Индиана Джонс не торопится. Как сообщает издание Variety, и без того, пожалуй, Харрисон Форд может изрядно постареть, пока дождётся съёмок пятого Индианы Джонса. На прошлой неделе стало известно, что студия Lucasfilm пригласила сценариста Хана Соло Джона Кэсдена для полной переработки сценария фильма, который был написан Дэвидом Кэпом. В связи с этим старт производства отложен как минимум на несколько месяцев, а премьера сдвинута на неопределённый срок. Ранее релиз был запланирован на 10 июля 2020 года. Стоит отметить, что источниками информации были не названы инсайдеры, а официальные представители Disney и Lucasfilm ситуацию пока никак не прокомментировали. Джаред Лето покинул DC В самом конце июня издание The Rap опубликовало новость о том, что известный актёр и музыкант Джаред Лето получит роль в фильме Морбиус. Если кто не в курсе, Морбиус – это персонаж комиксов Marvel. В данный момент студия Sony планирует запилить Морбиуса в качестве следующего спин-оффа к последнему Человеку-пауку после Венома. Таким образом, один из самых известных актёров киновселенной DC переметнулся к прямым конкурентам. Судьба Джокера и запланированных фильмов с его участием в данный момент остаётся туманной. Бедный DC, ничего не добавишь, как не было головы, так и нет. Новости сериалов. Клан Сопрано получит приквел Один из самых популярных сериалов в истории американского ТВ получит предысторию в виде полнометражного фильма. Как сообщает издание Deadline, режиссёром выступит Алан Тейлор, который ставил триквел Тора, а также участвовал в создании Рима, Клана Сопрано, Игры Престолов и других топовых сериалов. Сценарий к приквелу подготовили Лоуренс Коннор и Дэвид Чейз, которые вместе работали над Кланом Сопрано. На данный момент известно, что действие фильма развернётся в Нью-Арке 60-х годов. В центре сюжета окажется противостояние между итальянскими и афроамериканскими бандами. О сроках производства и дате релиза пока ничего не известно. Halo станет сериалом. Американский канал Showtime вплотную взялся за телевизионную экранизацию популярной серии игр Halo. Проект будет совместным производством Showtime, студии Стивена Спилберга Amblin TV и компании Microsoft. Режиссёр фильма «Восстание планеты обезьян» Руперт Уайт поставит несколько эпизодов и спродюсирует сериал, а сценарий напишет Кайл Киллиан. Если верить имеющейся информации, за основу сюжета создатели возьмут события игровой серии, которая повествует о борьбе человечества с инопланетными расами. Телеканал уже заказал производство 10 эпизодов, съёмки которых намечены на первую половину 2019 года. Кинодата Подборку именинников от мира кино на этой неделе открывает горячая австралийская актриса Марго Робби, которая обрела всемирную славу после выхода фильма «Волк с Уолл-стрит». 2 июля ей исполнилось 28 лет. В этот же день 32 года исполняется печально известной Линдси Лохан. Когда-то она была одной из самых популярных актрис Голливуда, но быстро спустила весь потенциал в унитаз. 3 июля 56 лет стукнула вечно молодому, вечно улыбающемуся и вечно куда-то бегущему актёру Тому Крузу, который не перестаёт нас удивлять своими выходками на съёмочной площадке. 6 июля свой 72 день рождения отмечает мой любимый Слай, который для многих из нас навсегда останется ностальгической частью счастливого детства. Австралийский актёр и обладатель премии Оскар Джеффри Раш в этот же день отмечает свой 67 день рождения, а сисястая французская актрисе Еви Грин исполняется 38. Ну а 8 июля большой юбилей отмечает советский и российский актёр Андрей Мехков, который обрёл всемирную славу благодаря комедиям Эльдара Рязанова. В этот день актёру исполняется 80 лет. Как говорится, почувствуйте, насколько вы постарели. Кассовые сборы Лидером американского проката остаётся «Мир июрского периода 2», который собрал 61 миллион долларов за минувшую неделю. Второе место занимает сиквел «Суперсемейки». Мультфильм от Пиксара заработал 46 миллионов за уикенд. На третьей строчке расположился свежий фильм «Убийца 2 против всех», который на старте взял 19 миллионов долларов. Следом идёт американская комедия «Дядя Дрю» с недельным итогом в 15 миллионов. Замыкают пятёрку лидеров 8 подруг Оушена с результатом 8 миллионов долларов за неделю. На рынке России и стран СНГ ситуация несколько иная. Лидером проката у нас остаётся «Суперсемейка», которая за неделю добрала ещё 80 миллионов рублей и уверенно движется к миллиарду деревянных. Подруги Оушена с результатом в 70 миллионов расположились на второй строчке. Третье место занимает свежая комедия «Ты водишь», которая на старте заработала 65 миллионов рублей. На четвёртую строчку наконец откатился «Мир Юрского периода 2». За неделю фильм собрал 35 миллионов рублей. Зато совокупные сборы уже давно перевалили за миллиард. Обзоры всех этих четырёх фильмов лежат на канале, если что. Ну и замыкает пятёрку новинка «Во власти стихии» со стартовым итогом в 33 миллиона рублей. Премьеры недели Нынешний четверг стал премьерным днём студии Марвел. А это значит, что действительно значимая и заметная премьера на этой неделе будет только одна. 5 июля в российском прокате стартовала юбилейная 20-й лента киновселенной «Человек, муравей и оса». Режиссёром фильма выступил Пейтан Рид, который ранее ставил первого «Человека, муравья» и ленту «Всегда говори да» с Джимом Керри в главной роли. Актёрский состав сохранил костяк оригинала и пополнился новыми лицами. Главные роли исполнили Пол Рад, Эванжелин Лили, Майкл Дуглас, Майкл Пенья, Мишель Пфайфер и другие. Ну а бюджет составила нехилая сумма в 130 миллионов зелёных. События сиквела разворачиваются между «Гражданкой» и «Войной бесконечности». Бывший неудачник Скотт Лэнг отдыхает от супергеройских дел и возится со своей дочкой, но длится это недолго. На горизонте нарисовались новые загадочные злодеи, которые обладают странной технологией и чего-то хотят от Хэнка Пима. Поэтому рассеянный Дидан вынужден призвать на помощь раздолбая Ленга, да ещё и выписать ему в напарники свою родную дочь в костюме осы. Думаю, про первые отзывы вы уже слышали. Как всегда, все кричат, что это очередной шедевр, очень смешной и зрелищный. Лично у меня с первой частью «Человека-муравья» отношения сложились нормальные. И вот я посмотрел вторую и... в общем, мою реакцию уже сейчас вы можете увидеть в моём инстаграме. Ну, а обзоры я уже делаю. На днях ждите. Ребят, это были все самые интересные новости кино на этой неделе. Надеюсь, выпуск вам понравился. Да, Илюха, нам выпуск очень понравился. Мы даже не забудем поставить лайки, как мы забываем обычно. Ребят, на этом всё. Не забудьте посмотреть предыдущие выпуски. Я очень старался, там ролики про футбол делал. Я понимаю, что всех задолбал футбол, но я старался. А вчера был выпуск о самых ожидаемых премьерах июля. Тоже посмотрите. А ещё можете подписаться на мой инстаграм. Я буду очень рад. Ну и до скорого. Пока. Hasta la vista, baby. Блин, наверное, жутко смотрится, когда большой дядька играет большой фигурой. До свидания. Хулиганы. Блин, какой он клёвый вообще. Офигенский просто. Будет теперь украшать у меня полочки. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...